23 мая на заседании ректората КФУ было предложено создать координационный совет по поликультурному образованию. В ходе обсуждения эту идею поддержали и уже 31 мая состоялась пресс-конференция о глобальных изменениях в Институте филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. В самом начале конференции ректор КФУ Эльшат Гафуров назвал основные преобразования, касающиеся структуры Института. Структура Института филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Николаевича Толстого нашего университета состоит из следующих школ. Это высшая школа русской и зарубежной филологии, высшая школа русского языка и межкультурных коммуникаций и высшая школа татаристики и тюркологии. На пресс-конференции активно обсуждались вопросы по обучению студентов в высшей школе татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. Сегодня в структуре Института работают три высших школ, всего 13 кафедр, и наш ректор тоже озвучил, из них 6 кафедр находятся в высшей школе татаристики и тюркологии. Это, мне кажется, говорит о многом. По словам Радифа Замалединова, более одной трети от всего количества студентов Института учатся в высшей школе татаристики и тюркологии. Важно отметить, что после переименования отделения студенты будут глубже изучать тюркскую и татарскую культуру. Все, что входит в татаристику, это высшая школа, кафедра татарского языкознания, дальше Радифа Левкадз сказал о литературе, кафедра татарской литературы, кафедра общего языкознания и тюркологии, значит, далее кафедры языковой и межкультурной коммуникации, кафедра татаристики и культуроведения, то есть пошло культуроведение, и кафедры дизайна и национальных искусств. А если бы это было отделение татарской филологии, то в основном это только языки литературы. Нужно помнить, что любое изменение приводит к движению. Новые преобразования в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ должны принести только пользу студентам и развитию институту.